Девушки отдыхают 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 Окей, давайте начнем. Наша тема сегодня автоматизация тестирования в микросервисной архитектуре. Окей, давайте я расскажу немного о себе. Меня зовут Олег Конченко, я Senior Software Test Automation инженер компании PAM. Автоматизация тестирования занимается уже последние восемь лет. Было много проектов, приходилось как начинать их с нуля, так и подхватывать тестирование уже на существующих проектов. Были как монолитные приложения, так и тестирование микросервисов. В последнее время это больше тестирование микросервисов. И, базируясь на своем опыте, на последнем проекте, нам удалось сделать решение, которое помогает нам тестировать именно микросервисную архитектуру, чем хотелось бы с вами поделиться сейчас. Наш план на сегодня. Я вам кратко расскажу о микросервисной архитектуре. Потом мы пройдемся по тем челленджам, которые микросервисная архитектура дает именно в автоматизации тестирования. Большая часть моей презентации будет посвящена именно нашему solution, нашему решению. И в конце я расскажу о том, как мы показываем результаты нашего тестирования кастомерам. Окей, прежде чем пойти дальше, давайте посмотрим, кто к нам сегодня присоединился. Я публикала вопросы. Большинство людей проголосовало о том, что они уже тестировали микросервисную архитектуру, в меньшей степени тестировали монолитную. Отлично. Тогда много именно про микросервисную архитектуру я вам рассказывать не буду, просто какие-то основные моменты вам расскажу. Итак, основные моменты микросервисной архитектуры. Это то, что она нам дает возможность просто и независимо, простоту и независимость деплоймента. То есть мы можем деплоить каждый микросервис отдельно. Например, если у нас есть изменения только в микросервисе A, мы деплоим только этот микросервис. То есть нам не нужно при этом передеплаивать UI или другой микросервис. Следующий момент. Каждый микросервис имеет свою собственную, как правило, достаточно простую функцию. И, как правило, каждый микросервис поддерживается отдельной командой. Иногда даже это команда из одного-двух человек. Но важно то, что тут простота. Тут нет никаких сложных связей внутри микросервиса. Следующий момент. Это отсутствие иерархической структуры. То есть вы видите, что микросервисы взаимодействуют с какой-то базой данных. UI клиент взаимодействует за микросервисы. С микросервисами в данном случае это может быть не только UI, это может быть что угодно другое. Это может быть мобайл клиент, это может быть, как вы видите справа, другой микросервис. Это тоже возможно. То есть нет никакой иерархии. И отсюда следует следующий пункт. Это то, что микросервисы коммуницируют между самой и напрямую. То есть нет никакой общей шины, как это было бы в монолитном приложении. Какие преимущества нам это дает? Взаимодействие между микросервисами происходит по очень легковесным и сетевым протоколам. Как правило, это REST в большинстве случаев сейчас. То есть, опять же, нет никаких тяжеловесных шин, ничего такого здесь нет. Мы можем в пределах одного приложения, используя микросервисную архитектуру, использовать какие угодно технологии и языки программирования. То есть, например, один микросервис у нас на Java, а второй микросервис у нас на Node.js. Это отлично работает. Соответственно, если у нас вдруг закончились джависты, но есть те люди, которые пишут на Node.js, не проблема, переписать нам нужно, дописать нужный нам микросервис, нужный нам функционал в новом микросервисе, используя Node.js. И последнее, но немаловажное, это простота масштабирования микросервисной архитектуры. То есть, если в случае Monolith мы должны масштабировать все приложения, например, мы видим, что у нас много пользователей логинится, но при этом ничего не поменялось в плане покупок. Если у нас Monolith, то, к сожалению, мы должны масштабировать все приложения. Если же речь идет о микросервисной архитектуре, нам достаточно масштабировать только тот микросервис, который отвечает за логин, а при этом не трогать тот микросервис, который отвечает за Payment Flow. Окей, продолжаем. Но это приносит определенные челленджи в автоматизацию тестирования микросервисной архитектуры. Первое, что тут стоит упомянуть, каждый микросервис имеет свою собственную ценность для кастомера. То есть, если в монолитном приложении мы тестируем все приложение целиком и используем все приложение целиком, то когда мы говорим о микросервисной архитектуре, каждый микросервис имеет свою ценность. И не обязательно тот микросервис, который был написан, будет использовать исключительно с тем UI клиентом, с которым он написан, для которого было написано начально. А клиент может захотеть использовать другой клиент, написать мобильный клиент, переписать UI, что угодно. То есть, нам важно, чтобы микросервис сам по себе выполнял те функции, которые на него возложены. Следующая проблема, которая тут возникает, это проблема мертвого кода. Если мы, например, ситуация, когда у нас есть микросервисы, и один из микросервисов мы больше не используем, мы заменили его на другой микросервис. При этом, если у нас автоматический фреймворк остается монолитным, то у нас возникает проблема, что у нас-то есть написанные тесты, которые существуют, но при этом они уже не нужны. И это проблема мертвого кода, которую мы решили в нашем приложении, в нашем решении для автоматизации. И последнее, что здесь стоит упомянуть, это то, что мы должны тестировать также взаимодействие между микросервисами. Это тоже важно, что здесь микросервисы взаимодействуют не только с UI, но и взаимодействуют между собой. И это также должно быть протестировано. Окей, продолжаем. Давайте перейдем уже к нашему решению. Какие тулы и технологии мы здесь применили? Наши тесты написаны на Java. Для конфигурирования нашего фреймворка мы используем Spring. Билдим мы наш проект Mevenom. Мы используем BDT-подход, поэтому на этом уровне нас используют Q-Camp. Для взаимодействия с UI мы используем Selenium, а именно такой варапер над ним, как Selenit. Для взаимодействия с бэкэндом мы используем RestoShort. Все приложения и все тесты у нас расположены в Google Cloud платформе. Для управления контейнерами мы используем Kubernetes. Для взаимодействия с UI и запуска тестов на пайплайне у нас используется такой тул, как Selenit. И для представления результатов кастомер мы используем репорт портал и Allure. То есть репортинг у нас в репорт портале и Allure. И непосредственно к нашему приложению. На самом деле вы на этом слайде видите прямоугольник, но попробуйте представить тут пирамиду тестирования. Прямоугольник здесь потому, что для лучшего восприятия следующих слайдов. То есть что я хочу показать вам на этом слайде. То есть даже если вы еще не начали делать ваши тесты, делать ваше приложение, вам уже стоит задуматься о пирамиде тестирования. На самом деле здесь мы не используем антипаттерн. У нас действительно юнит тестов больше всего, а UI-ных тестов меньше всего. Еще раз говорю, я тут ее немного перевернул для удобства восприятия следующих слайдов. То есть тут в принципе достаточно классическая схема. То есть больше всего у нас UI-ных тестов. Потом идут интеграционные и контрактные тесты. Следующий слой это UI-ное тестирование. И отдельный слой, который я здесь выделил, который часто забывают, но он остается немаловажным. Это аналитика и презентация результатов тестирования ключевым бизнес-людям. То есть тем людям, которые не вовлечены в процесс тестирования, не вовлечены в процесс непосредственно девелопера, которые хотят видеть какой-то агрегированный результат работы ваших тестов или какие-то агрегированные метрики для вашего приложения. И с чего мы начали? Мы начали девелопер нашего приложения. На самом деле на этом стадии вы видите, что еще автоматизаторы здесь не подключены. На самом деле тесты уже есть. Их пишут девелоперы на уровне юнит-тестирования. То есть, соответственно, у нас появились какие-то два микросервиса. Появился UI, и каждый из микросервисов и UI покрыт юнит-тестами. То есть это тоже уровень тестирования, о котором часто забывают, но который есть и который тоже покрывает наше приложение. Переходим к следующему этапу. Вот здесь уже подключились автоматизаторы и начали писать тесты на каждый микросервис. Мы разделили наши тесты для каждого микросервиса на два лейера. Это лейер клиентов и лейер непосредственно тестов. Лейер клиентов – это то, что работает примерно как UI. То есть то, что по HTTPSRAST протоколу делает колы на сервис и получает какой-то результат. Дальше непосредственно проверка происходит на уровне тестов. Почему мы так сделали, почему это полезно, будет, станет понятно чуть-чуть позже. Итак, дальше мы подключили здесь UI-тесты. Для UI-фреймворка достаточно классический подход. Три слоя – это уровень пейджей, уровень степов и уровень непосредственно тестов. Здесь они просто заяводействуют как-то с UI. Еще нет никакого пайплайна для UI-тестирования. Нет никакой автоматизированной грессии. Вот просто что-то написано. Но нам же нужно дальше получить какую-то регрессию, встроить наши тесты в пайплайн. Поэтому переходим на следующий этап. Здесь мы заинтродюсили такой тул, как селеноид. Селеноид – это фактически браузеры, которые запускаются в докер-контейнере и оркестрируются кубернетисом. Для чего нам это нужно? Как я уже говорил, то есть, чтобы включить наши UI-тесты в пайплайн, вам нужно где-то, чтобы были у вас браузеры. Это может быть Selenium Grid, это может быть Selenoid, это может быть Selenium. Возможно, еще какие-то варианты, но основные я упомянул. Итак, UI-тесты у нас уже есть. Но на этом этапе, как вы видите, у нас UI-тесты и тесты, которые на Бакрик-сервисе никак не взаимодействуют между собой. Поэтому, например, чтобы создать какие-то тестовые данные, не знаю, создать юзера, который у вас будет логиниться в приложении, вам нужно это делать через UI, что не совсем удобно. Поэтому переходим на следующий этап. И здесь становится понятно, для чего у нас был уровень клиента, слой клиента на уровне микросервиса. Мы используем клиента. Мы подключаем его через dependency в Meven в наш UI-ный фреймворк для того, чтобы, например, создать тестовые данные, создать какого-то юзера, либо ускорить работу наших UI-ных тестов. Например, нам не нужно там 125 раз логиниться через UI-приложение, чтобы проверить какие-то фичи в нашем приложении, которое заходится за логином. Нам достаточно проверить это один раз. Все остальные разы мы можем это делать с помощью API-кол. Поэтому мы подключили здесь наш клиент в UI-фреймворк и используем его для двух вещей на UI. Для создания тестовых данных, плюс для ускорения тестирования некоторых моментов. Кроме того, как я упомянул вначале, немаловажно проверить взаимодействие между сервисами. Для этого тоже нам нужен здесь клиент. То есть мы можем легко подключить в тесты, например, клиента из микросервиса 2, мы подключаем в тесты микросервиса 1 и таким образом проверяем, что наши сервисы взаимодействуют между собой. окей, продолжаем дальше. И то, что очень важно, но то, что обычно при построении фреймворка в самом конце, иногда для этого не доходят руки, это очень плохо, но то, что важно действительно, это то, что мы должны презентовать результаты нашего тестирования, кастомер. Как я говорил вначале, у нас есть два тула для репортинга, это Allure и Report Portal. Allure мы используем больше для технических целей, то есть Allure у нас есть в каждом пайплайне, то есть каждый микросервис у нас деплоится отдельно, и на отдельном пайплайне, и, соответственно, там есть Allure Reporting. Allure Reporting у нас пользуются автоматизаторы, Allure Reporting у нас пользуются девелоперы, но люди, которые вовлечены в процесс тестирования, им Allure неудобен. Он дает достаточно много технической полезной информации, но не дает каких-то агрегированных результатов, какой-то статистики, каких-то визуализированных результатов. Поэтому для этого у нас есть Report Portal, куда мы собираем информацию со всех частей нашего фреймворка, то есть и UI-тесты здесь представлены, и backend-тесты, и unit-тесты. Соответственно, здесь мы можем увидеть результаты в агрегиенном виде. Мы видим, что, допустим, такая-то фича у нас покрыта как на уровне UI, так на уровне backend, так и на уровне unit-тестов. Причем видно, что фича, допустим, если падает на UI, если при этом backend-тесты остаются целыми, не поломанными, соответственно, проблема на UI для данной фичи. Если же поломаны и backend-тесты, мы видим, что проблема на backend. То есть, в принципе, удобно даже для каких-то технических вещей. Но, опять же, упомяну, что мы больше используем это для аналитики и презентации результатов для key business people. Это наше решение. Теперь давайте о каких-то тулах, которые, как мне кажется, очень полезны и очень легли в нашу картуру. Я расскажу чуть более подробно. И первая вещь, которую я хотел бы упомянуть, это сленоид. Сленоид – это решение, которое готово для работы в клауде из коробки. То есть, фактически, вы можете задеплоить ваш сленоид на Google Cloud нажатием одной клавиши. Есть два варианта решения. Один из вариантов – это который деплоится на виртуальную машину, а другой, который используем мы. Это решение, которое деплоится в Kubernetes Cluster. То есть, если у вас есть клауд-платформа GCP, как в нашем случае, AWS Digital Ocean, то вот сленоид – это то, что вам поможет. Достаточно быстро поднять браузер в клауде. Второй момент, который хочется упомянуть из леноиды, это быстрый старт браузеров. То есть, когда вы поднимаете ваши контейнеры, браузер стартует буквально в течение 30 секунд. Например, у меня есть опыт с Zolinium и Zolinium Grid, там это занимало намного больше времени. Следующий момент – это надежность. Что мне не нравилось, когда я работал с Zolinium, это постоянное залипание сервисов сессий браузера. То есть, тесты закончились, браузер остался висеть. Соответственно, нужно деплой Zolinium, и это отнимает время. И последняя вещь, которая тут есть – это видеорекординг. В принципе, она есть и в Zolinium, но в селенойде нарезован немного лучше. То есть, вы можете подключить либо, если это AWS S3 bucket, либо какой-то сторож в Google Cloud и вложить туда ваши видео, а потом их стягивать в ваш репорт-тул. Например, как в нашем случае, это в репорт-портал. И второй, собственно, о котором хотелось бы упомянуть более подробно – это репорт-портал. Что дает вам репорт-портал? Это аналитика в реальном времени. То есть, вам не нужно ждать окончания всего регрессионного сета, например, для того, чтобы видеть результат первого теста. То есть, тест пробежал, а его результат уже сразу же есть в репорт-портале. Когда у вас длинная регрессия, это достаточно удобно. То есть, если он там занимает час, то вам не нужно ждать час, чтобы видеть результаты. Вы уже их видите по мере их поступления. Второе – это то, что вы можете аккумулировать результаты тестирования в одном месте. Как это было вот на этом слайде. То есть, здесь мы собираем результаты тестирования со всех уровней в одном месте в репорт-портале. Алюл, к сожалению, так сделать не сможет. Следующая вещь – это история тестирования. Логи, аттачменты – это то, что вы можете тоже положить здесь. Причем, если в Аллюре, насколько я помню, последние пять ранов, то здесь вы сами выбираете, сколько ранов тестом вам нужно охранить. Следующий момент – отличная визуализация результатов тестирования. Об этом моменте чуть позже еще расскажу на слайдах. И последний момент. Если вы накопили достаточно большой количество результатов тестирования, вы можете использовать функции аутоанализа в репорт-портале, который использует machine learning. То есть, вам не нужно помещать дефекты вручную, что это дефект приложения, либо дефект тестов. Вы используете аутоанализ и получаете результаты автоматически. Давайте поговорим по поводу визуализации результатов тестирования в репорт-портале. Итак, в репорт-портале есть очень много виджетов. Они настраиваются, есть кастомные, есть какие-то предефайниные, которые можно закатывать под ваши нужды. Первый из таких виджетов – это статистика ланчей по тому, в какой эре находится баг. То есть, вы видите, сколько в прогрессе, сколько у вас продуктовых баг, сколько у вас каких-то environment еще, сколько у вас сфалившихся тестов и так далее. Сколько у вас нужно еще проинвестигировать фейлов автоматизации. Следующий момент – это длительность запуска тестов для каждого рана. То есть, в принципе, вы тут даже можете какой-то проводить небольшой перформанс, перформанс-анализ, даже без исключения каких-то специальных перформанс-столов. Например, если у вас там был ланч, он продолжался там 10 минут, а вдруг следующий ланч продолжается 40 минут, то вы сразу можете коммуницировать с девелопной командой и говорить о том, что вот что-то в этом балде у нас сломалось, то есть как бы работает, работает в 4 раза дольше. И это даже на уровне функциональных тестов без подключения перформанс-тестирования. Следующий момент – это флейки-тесты. Репорт-портал очень хорошо их отображает, сортирует их в порядке как бы флейки-несс-рейта. То есть, вы видите, что здесь на самом верху у вас те тесты, которые очень флейки-несс, то есть каждый раз, каждый раз, то есть, вернее, через раз тест проходит или не проходит. То есть, переключение происходит каждый ран тестов. И последний виджет. Если на первом мы видели какой-то агрегирует, результат запуска тестов, то здесь мы можем сравнить буквально два конкретных теста, посмотреть, вот на данном случае два последних. Что у нас поменялось? То есть, у нас больше стали падать тесты, потому что появилась проблема в тестах. Либо это продуктовые баги, либо мы заскипали кучу тестов и у нас увеличилось количество скипнутых тестов. Либо у нас все хорошо и на самом деле все пасет. Это в принципе все, что я вам хотел рассказать о рапорт-портале, чтобы подвести какой-то итог моей презентации, на что я хотел бы обратить ваше внимание прежде всего. На то, что автоматизация тестирования микросервисов имеет существенные отличия, если сравнивать ее с тестированием монолитного приложения. Если у вас есть микросервисы, то логично и ваш тестовый фреймворк тоже разбивать на какие-то микросервисы. Ну, это не совсем микросервисы в понятии микросервисной архитектуры, но хранить ваш код, который тестирует конкретный микросервис, удобно там, где микросервис находится. И второй момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание, это презентация результатов тестирования карты, на что часто не обращают внимания, но что очень важно. То есть людям из бизнеса тоже важно знать, как выглядит ваше приложение, оно работает, оно не работает, оно наполовину работает и так далее. То есть насколько хорошо вы покрыли ваше приложение тестами, увеличится ли каверидж и так далее. Вот я бы даже выделил это как отдельный слой в пирамиде тестирования. И репорт портал это тот тул, который помогает нам покрыть именно этот слой в нашем тестировании. Наверное, у меня на сегодня все. Я готов ответить на какие-то вопросы, если они у вас появились. Если они у вас появятся позже, то я оставляю вам свою почту, можете писать, я постараюсь ответить на ваши вопросы, если не появятся они сейчас позже. Спасибо большое за ваше внимание. Да, здорово, Олег, спасибо. У нас есть несколько вопросов, я начну с тех, которые больше всего пролайканы. Первый от анонима. Мокайте, фейкайте соседний, не объект тестирования микросервис или используйте реальный? Там, где мы тестируем на environment мы не Мока, мы тестируем реальный микросервис. Надеюсь, я ответил на вопрос. Я тоже надеюсь. Следующий вопрос. Что-то не удалось автоматизировать и почему? Какие остальные сручные кейсы? Да, кейсы, которые мы не автоматизируем, а намеренно, которые, в принципе, можно заавтоматизировать, но, наверное, их стоит проверить ручную. Это кейсы, связанные с download файлов, поскольку достаточно тяжело взаимодействовать с файловой системой в пайплайне, поэтому мы это не автоматизируем, намеренно тестируем вручную. Хорошо. У нас есть еще вопрос такой. Что ты имеешь в виду под клиента в микросервисе? REST A-Short? Да, в данном случае это REST A-Short, то есть клиент, ну, в нашем случае REST A-Short, вы можете использовать, если хотите, там, HTTP или HTTP Apache клиент. В нашем случае это REST A-Short, то есть то, что возвращает нам респонс, который парсится в DTO, и DTO уже анализируется на уровне тестов. Есть такой вопрос, есть ли у вас распределенная память в кластере микросервисов, как вы тестируете данные в ней? Постараюсь ответить, хотя не совсем понимаю, о чем речь, возможно, это больше вопрос к нашим DevOps, а если не отвечу на ваш вопрос, напишите, постараюсь уточнить, рассказать более подробно. память у нас в кластере естественно есть, насколько она распределенная, не могу ответить, а тестируем ли мы данные в памяти? Наверное, нет, а какие данные в памяти могут быть? Я думаю, вам стоит написать, я смогу ответить вам более подробно, потому что не совсем пока понимаю вопрос о чем. Ну, пока мы ждем, вдруг кто-то напишет, есть еще такой вопрос, несмотря на то, что ты уже ответил, но уточняюще, с помощью какого тала-библиотеки можно мокировать сервисы или мокать? Мы не мокаем данные, когда мы тестируем на UI, когда мы тестируем на DevEnvironment, когда это идет тестирование при билде конкретного микросервиса, то это, насколько помню, используется Makita для этих целей. Я уточню. На данный момент я не вижу вопросов. Коллеги, если у вас еще есть, пишите. также хочу напомнить, сейчас скину ссылочку, что свои вопросы вы можете оставить в QAZ комьюнити также. Давайте подождем минутку, или там немножко. Если можно, напишите более подробный вопрос по поводу тестирования памяти, потому что мне интересен этот вопрос. Честно говоря, хотелось бы понять, о чем идет речь. Да, мне тоже стало любопытно, но у нас есть вопрос такой. Какой процент покрытия кода автотестами? Суммарный процент покрытия кода автотестами 100%, но смотрите, что я бы хотел упомянуть в данном случае, когда вы говорите о покрытии кода автотестами, вы что имеете ввиду? Покрытие юнит-тестами, покрытие интегрейшн-тестами, покрытие юайн-тестами. Если брать в сумме это все, это 100%, но вот то, что бы хотелось отметить, что у вас нет цели покрыть все 100%, да еще и в три слоя. Наша цель это убедиться, что приложение работает, поэтому в нашей тестовой стратегии мы стремимся смещать наши тесты по пирамиде тестирования как можно ниже, то есть если это покрыто хорошо на уровне юнит-тестов, то наверное это не стоит тестировать там всеми возможными способами на уровне юайт-тестирования, поэтому в целом 100%, а если мы говорим отдельно о юайном тестировании, думаю там процентов 70 максимум, и это правильно. спасибо спасибо Олег так у нас есть вопрос от Всеволода сколько нужно данных для работы автоанализа в репорт портал, это 10 или 100 запусков одного и того же тестового сценария? порядка 100, это точно не 10, это порядка 100. Еще есть вопрос от Андрея, по-моему ты уже на него отвечал, но можешь повторить пожалуйста, что еще можете посоветовать для тестирования веб-сервисов кроме RESTO SHORT? Ну на самом деле RESTO SHORT достаточно хороший шутул для тестирования, если вы хотите использовать что-то свое, то есть грубо говоря написать свое, вас не устраивает RESTO SHORT, то можете использовать HTTP OAK например или Apache HTTP, но если в этом смысл, это нужно смотреть в конкретном случае, то есть нужно понять чем именно не подходит RESTO SHORT. В принципе он точно так же возвращает вам запрос, плюс еще вам не нужно задумываться о том, как его парсить, он представляет готовые библиотеки, которые готовые методы, точнее, которые парсят ваш респонсов DTO, то есть вам нужно написать просто DTO, и дальше за маппинг респонсов DTO отвечает RESTO SHORT. Если вы будете использовать что-то более низкоуровневое, то соответственно вам нужно будет написать это самостоятельно. Нужно ли это? Это нужно смотреть в каждом случае конкретно. Спасибо. Олег, у нас есть такой вопрос. какой процент флэки-тестов? У нас небольшой на самом деле, я думаю процентов 5-7. Так, пришел вопрос про память. Разные версии микросервисов имеют разный набор данных и намов, которые зачастую не могут работать вместе, и это бы надо проверять заранее перед выкаткой набой. Тесты на совместимость, чтобы понимать, можно ли без перерыва сервисы обновлять микросервисы по очереди, или же придется все останавливать. Окей, я понял. Смотрите, тогда я понял вопрос про память. Каждый микросервис находится в своем контейнере, то есть нет микросервисов в данном случае имеет каждый свою память. То есть распределенной памяти в данном случае нет. Так, тесты на совместимость. Мы тестируем взаимодействие между сервисами, то есть фактически мы тестируем контракты между микросервисами. Соответственно, здесь девелоперы должны обеспечить обратную совместимость. И можно ли без сервиса обновлять микросервисы, это должно быть обеспечено в микросервисной архитектуре по умолчанию. А если это не так, если девелоперы что-то нарушают здесь, тогда наши тесты фейлятся и показывают, что контракт нарушен. Соответственно, это повод либо той команды, которая задеплоила такой код откатить его, то есть обеспечить обратную совместимость. Если же это по каким-то причинам невозможно, в процессе, когда еще приложение не в продакшене, в принципе, реальная ситуация, это повод для того, чтобы нотифицировать команду, которая является консюмером для того микросервиса, который обновляется, а также обновить контракт со своей стороны. Надеюсь, правильно понял, ответил на ваш вопрос. Спасибо. Скажи, пожалуйста, какие ты использовал практики конкретно, слушатель спрашивает, использовал ли ты практику ТДД? ТДД, я так понимаю, тест driven development. на нашем проекте мы используем что-то похожее на ТДД, не совсем ТДД, потому что, к сожалению, на уровне acceptance тестов это не совсем возможно, то есть мы пишем наши тесты в параллель с девелоперами. Нет, наши тесты не готовы раньше, чем девелоперы написали код, но одновременно с тем, как девелоперы написали код, да, мы этот подход используем, соответственно дальше если при деплое тесты красные, то соответственно тестировщики смотрят на свой код, девелоперы смотрят на свой код и смотрят что нужно сделать для того, чтобы тесты стали зелеными. То есть проблема может быть как в коде девелоперов, так и в коде тестировщиков. Это дополнительный поинт, еще раз всем почитать рекварименты, понять либо тестировщики неправильно поняли спеку, неправильно писали тесты, либо девелопер неправильно поняли спеку и неправильно написали свой код. То есть не совсем ТДД, классическое ТДД, но что-то похожее к этому используем. Ждем еще вопросы. Участники, коллеги, пишите. Похоже, что ты ответил на все вопросы наших слушателей. Я хочу поблагодарить аудиторию за активность, хочу поблагодарить Олега за интересные и полезные, я уверена, что это полезный доклад. Нет, нам прилетел еще один вопрос. Сейчас, секундочку. Расскажи, пожалуйста, немного, как настроена у вас CI Continuous Integration. Окей, CI. Ну, давайте поменим о том, что каждый микросервис это отдельный CI pipeline. Что происходит на CI pipeline? первый этап это build. При сборке build у нас запускаются юнит-тесты, то есть собрался build, запустились юнит-тесты, запустились компонентные тесты, это то, что пишут девелоперы, затем запустились те тесты, которые находятся на уровне микросервиса, то есть backend-тест. Если, ну, соответственно, каждый этап тестов failed build, если сфейлили, следующий этап не запускается, а если все тесты прошли, build собрался, происходит следующий этап, этап deploy на environment. После deploy на environment запускаются уже те тесты, которые находятся на уровне UI. Вот если они сфейлились, соответственно, deploy откатывается до предыдущего билда. Вот такой у нас, ну, соответственно, вот та часть, которая build, это она отдельно для каждого микросервиса для UI. Build Tool Jenkins. В принципе, все, наверное, что я могу здесь рассказать. Но пока у нас есть время, ждем еще вопросики. Может кто-то созреет. есть вопрос. Есть ли тесты на нагрузку? Нет. На данном этапе у нас нагрузочное тестирование Autoscope возможно появится в будущем. Про нагрузку могу рассказать, что мы планируем, что все-таки в будущем она появится, пока просто такого заказа от кастомера не было протестировать нагрузку. А если все-таки он появится, то будем использовать Gatlin. Тоже могу прорекламировать данный ТОЛ. Очень удобно. Например, мне нравится гораздо больше, чем Jmeter. Спасибо. Ждем еще вопросы. есть вопрос. Для заказной разработки тоже пишите автотесты или автоматизируете только продукты? Данный фреймворк рассчитан на тестирование одного конкретного приложения. В целом этот подход может быть использован для тестирования любой микросервисной архитектуры. То есть в чем его удобствуется гибкость. То, что у вас там два микросервиса 10-12, у вас UI-клиент или мобильный клиент, вы не связаны здесь. То есть если появляются микросервисы новые, вы просто добавляете клиенты тесты к данному микросервису, добавляете их на уровень клиента через Dependency Malone и тестируете новый появившийся микросервис. Если же у вас вдруг появился новый клиент, то есть у нас это веб-клиент, если вдруг появится какое-то мобильное приложение, опять же появится новый фреймворк на уровне UI-ного тестирования для мобильного приложения и туда точно так же подключим микросервис. Тест на микросервис. так, думала есть вопрос, но на самом деле поблагодарили за объяснение про Continuous Integration. Пожалуйста, если что-то не рассказал, то спрашивайте. Просыпаемся, думаем, какие у нас еще вопросы интересуют. Мне интересно, про память все-таки ответил на вопрос то, что вы хотели услышать. пока мы ждем ответа. Пришел вопрос. Есть ли тест-кейсы с оплатами реальными деньгами? К примеру, Apple Store, Google, и как это автоматизировали? Нет, тестируем в продакшене, мы не тестируем, вам тоже не советуем, то есть если вам нужно тестировать какие-то кейсы с реальной оплатой, то, к сожалению, или к счастью, думаю, вам стоит попросить о том, чтобы у вас был моковый микросервис, который принимает вашу оплату. Тестировать с реальными деньгами, вообще тестирование с продакшн дата, это не очень хороший вариант, а тем более, если вы говорите о деньгах. Продакшн лайк, дата, это хорошо, но продакшн дата, спасибо за ответ, еще ждем вопросики. Ну, я думаю, наверное, теперь точно все, вопросов пока я не вижу больше, все-таки, ребят, если у вас есть вопросы, вы можете написать на почту, вы можете написать в Q&A Community, также у нас будет запись доступна по окончании ивента, там через, не знаю, 2-4 часа на YouTube канале, поэтому вы сможете пересмотреть и еще раз связаться, если у вас останутся вопросы. Спасибо большое за интересные вопросы, за неоднозначные, спасибо, Олег, за твой опыт, за интересные и полезные ответы, желаю всем хорошего дня и до встречи на следующих, на следующих топиках. Не прощаемся. Спасибо всем за вопросы, спасибо большое за внимание, пока.